Обратная связь. Игримчане обсудили с губернатором перспективы стройки жилья. Саранпауль. Зону подтопления осмотрела Наталья Комарова. Саранпауль. Безопасность прежде всего. Сотрудники ГИМС продолжают рейды в акватории реки Северная Сосьба. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Это наши новости в студии Альфея Сенгатулина. Здравствуйте. Губернатор региогры Наталья Комарова 6 августа посетила Игрим с рабочим визитом. Одним из этапов работы стала встреча с игримчанами в Доме культуры. В обсуждении также приняли участие глава Березовского района Владимир Фомин и глава городского поселения Тамара Грудо. Особое внимание было уделено вопросам переселения людей из аварийного жилья, состояния жилфонда в Игриме. Поговорили и о степени готовности строящегося дома по улице Транспортная, 33. Подробности далее. Одной из животрепещущих тем встречи стало расселение из аварийного жилья. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Игриме был построен дом на улице Транспортная, 33. Игримчане с нетерпением ждут сдачи этого жилого дома. В ближайшее время 45 семей смогут получить там жилье. В доме четыре этажа, два подъезда. Вход в подъезды оборудованы пандусами. Застройщик отмечает, что здание готово на 89%. Все внутренние отделочные работы завершены. Сейчас особое внимание уделяется отделке фасада дома. По прогнозам, к 10-12 августа этот этап будет завершен. Далее начнется благоустройство придомовой территории. Однако, как подчеркнула Наталья Комарова, перед заселением Игримчан следует получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома. В приемке будут участвовать не только представители службы жилстройнадзора, но и будущие жильцы. 17 домов в Игриме признано аварийными. После сдачи дома на улице Транспортной в порядке очереди новое жилье получат люди из семи аварийных домов. Оставшиеся 10 также нужно расселять. Жители обеспокоены сроками строительства новых домов. Все 17 домов должны быть расселены до 2024 года. Это вручение президента, это целевая задача федерального национального проекта, и это то, что мы должны вместе с вами в регионе сделать. Мы уже сегодня должны понимать, в какой дом будут переселены все те, кто проживает в этих 17 домах. На данный момент найден надежный подрядчик, который будет заниматься строительством жилфонда в Игриме. По словам главы поселения Тамары Грудо, на улицах Лесной и Кухаря уже проведены геологические и геодезические работы. Следовательно, есть задел и еще на два новых дома. По оценке руководства муниципалитета, работы по возведению новых домов в Игриме начнутся в 2020-2021 году. 7 августа рабочая поездка губернатора Югры Натальи Комаровой в Березовский район продолжилась поездкой в село Саранпауль. Как состоялось выездное заседание губернатора с представителями местного самоуправления и сельчанами, смотрите в материале Ирины Будниковой. 7 августа в ходе рабочей поездки губернатор Югры Наталья Комарова посетила Саранпауль. Одной из первоочередных тем обсуждения стал паводок. Напомню, что со 2 августа на территории саранпаульского поселения объявлена чрезвычайная ситуация. Подтоплено 4 жилых дома. Губернатор осмотрела территорию подтопления с катера, также встретилась с жителями. На встрече обсудили возможность переселения из затопляемой территории, необходимость укрепления береговой зоны и помощь в приобретении кормов для скота в связи с полным затоплением покосов. Наталья Комарова поблагодарила сотрудников местного самоуправления Березовского района, главу Саранпауля Павла Артеева, а также специалистов Центра Спас Югоря за работу и вовремя принятые меры. Силами поселения и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было проведено. Оповещение населения, проживающего в зоне подтопления, организован подвоз питьевой воды, создан резерв ГСМ на автозаправочной станции, в Березовскую районную больницу направлена заявка на необходимое количество дезинфицирующих средств и медикаментов, необходимых для проведения вакцинации населения. Регулярно проводится патрулирование зоны подтопления мобильной группой, организована расчистка воды от водных канав, произведен отбор воды с водоочистных сооружений села Саранпауль и из реки Ляпин и направлен в город Белоярский для проведения исследований ТО Управления Роспотребнадзора. В Саранпаульской общеобразовательной школе подготовлен пункт временного размещения. Задействован он не был ввиду того, что жители подтопленных домов от эвакуации отказались. В ходе выездного заседания главой Павлом Артеевым было внесено предложение об установке автоматической метеостанции в районе базы Неройка в горах. Напомню, что река Ляпин питается водами, спускающимися с восточного склона Приполярного Урала. По словам Павла Артеева, установка автономной метеостанции позволит отслеживать погоду в горах и более точно прогнозировать возможность паводка. Данное предложение было одобрено губернатором. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саранпауль. В рамках рабочей поездки по Березовскому району губернатор Югры Наталья Комарова 7 августа посетила Березово. Встреча с общественниками прошла на взлетно-посадочной полосе. Правительством округа были выделены средства на ремонт полосы аэропорта в Березово. На сегодняшний день осуществлена замена 3000 металлических плит. Ремонт полосы проводится ежегодно, так как под воздействием веса воздушных судов полотно деформируется. Общественность предложила вместо ежегодного ремонта построить новую полосу. Наталья Комарова согласилась с тем, что строительство новой полосы идея хорошая. Однако стоит учитывать уровень загруженности аэропорта и объем денежных вливаний, затраченных не только на строительство полосы, но и ее содержание. Подобные масштабные проекты должны быть обусловлены большим пассажиропотоком. Также губернатор развеяла опасения жителей Березова о том, что аэропорт закроют. Никто никаких решений по поводу закрытия его не принимал. Приняли решение отремонтировать полосу и использовать эту полосу и все другое хозяйство аэропортовское, так, чтобы обеспечивать перевозки. Инспекторы ГИМС регулярно выезжают на водоемы Березовского района. За дисциплиной поведения на реке следят пристально. Широта выявляемых нарушений варьируется от пренебрежения спасательным жилетом до отсутствия права правления лодкой. Подробности в нашем следующем материале. Спокойная солнечная погода как раз для рыбалки. С самого утра рыболовы готовят свои лодки для выхода на реку. Работники ГИМС также проверяют исправность своих маломерных судов. Вот только едут они не для того, чтобы порыбачить. Их задача выявить нарушение тех правил, которыми пренебрегают некоторые лодочники. Среди основных отсутствие необходимых документов для управления водным транспортом, а также спасательных жилетов. У первых березовских лодочников с документами все в порядке. Да и жилеты одеты. Правила соблюдены. Можно дальше курсировать по северной союзе. Большинство березян, которых проверили работники ГИМС, чтут законы, находясь на водных объектах. Еще одна задача в данном рейде – вручение памяток о безопасности на воде. Изучите, посмотрите. Кому еще? Всем. Всем? Может тебе тоже? Водите второго. Сергей Блуднин – рыбак со стажем. Правила, описанные в памятке, знает хорошо. К целесообразности подобных рейдов относятся положительно. В том, что такие проверки, которые проводят работники ГИМС, необходимы, уверен и Олег Батчин. Так как безопасность, по его мнению, прежде всего. Профилактика, она всегда имеет должное место в нашей жизни. Предупрежден, значит вооружен. А на воде – это тем более потенциально опасная ситуация. Поэтому соблюдать правила обязательно. За время проведения рейда выявили одного нарушителя, который пренебрег правилами поведения на воде. Ввиду отсутствия документов пришлось заполнить необходимые бумаги. Как отметил руководитель Березовского отделения ГИМС Леонид Нигматуллин, в нашем регионе частыми нарушениями являются отсутствие регистрации маломерного судна и управление лодкой без прав. Такие нарушения отходят на второй план. На первый план выходит – это не обеспечение безопасности, как собственных, так и пассажиров. То есть не использование спасательного индивидуального средства. По словам Леонида Нигматуллина, зачастую нарушители оправдываются тем, что забыли жилеты дома. Однако большинство соблюдают необходимые правила поведения на воде и являются законопастушными владельцами лодок. Подобные рейды будут проводиться и далее, согласно плану графику, вплоть до самого недостава. Ежегодный ремонт дорожного полотна в Березово в этом году затронул несколько отдельных участков поселковых улиц. Сейчас в Березово на улице Ленина на отрезке дороги от Сенькина до Собянина идет ремонт дорожного полотна. Бетонные плиты будут заменены асфальтовым покрытием. Таким же, как на улице Сенькина, которая уже отремонтирована. Неровности дороги исправлены. С каждым годом на улицах Березово становится все больше асфальтированных дорог с обустройством тротуарных зон. В этом году уже прошел ремонт переулка Веселого. Изначально дорога была выслана щебнем. Сейчас там асфальтовое покрытие. Также в рамках ежегодных работ будет отремонтирована улица Быстрицкого на отрезке от Шнейдера до улицы Ленина. Там будет сделана односторонняя дорога и по правой стороне будет положен тротуар, чтобы был подход к воскресной школе. Также тепловые коммуникации, которые проходят поверх дороги, будут спрятаны под землю. В планах ремонта на этот год предусмотрено выравнивание дорожного полотна улицы Собянина на отрезке от Первомайской до Ленина. На днях Березова посетил Дмитрий Киселев, известный российский журналист, телеведущий и генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня». Дмитрий Киселев приехал с семьей. Как сказал сам журналист, по России они путешествуют каждый год. В поездках стараются познакомиться не только с географией и историей места, но и встретиться и пообщаться с рабочими людьми. Когда семья планировала поездку по России, в этот раз выбирать пришлось среди Чукотки, Сахалином и островом Врангеля. Однако Ханты-Мансийский округ Дмитрий хотел посетить очень давно. Одним из главных ресурсов Березовского района Дмитрий Киселев видит именно людей и их нравственный устой. Журналист сказал, что именно здесь у людей есть четкое представление о справедливости и порядочности. Здесь есть все, в чем так нуждается вообще все человечество. Здесь есть ресурсы и люди, и здесь есть твердые представления о добре и зле, очень здоровые. Для нас, для всех, я считаю, это большой ресурс, потому что все больше фейковых новостей, все меньше твердых фактов. Как бы люди живут вот в этом мире, а здесь чувствуется твердость и то, что, ну, не знаю, опора России здесь такая нравственная, моральная и чистая. Кажется, это нужно очень беречь. Мы не можем этим пожертвовать, и это не позволительно растерять. Россия будет развиваться, пока она будет сохранять свою самобытность. В социальных сетях продолжает набирать популярность видео, записанное очевидцами на территории полигона ТБО в Березово. На видео видно, как внушительных размеров медведь прогуливается по дороге, не обращая особого внимания на снимающих его людей. Жители Березово выражают свою обеспокоенность. Сейчас активная грибная пора, и многие отправляются в лес. По словам сотрудника Департамента недропользования по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Максима Морозова, медведи в это время года не агрессивны. Нападение зверя может произойти, если животное больное и его что-то беспокоит. Либо, если это медведица, которая опасается за жизнь медвежат. В любом случае, на ближайшие 2-3 дня стоит воздержаться от прогулок в лесу. Планируется выдача лицензий на охоту на медведя с целью регулирования популяции. Все новостные выпуски вы можете посмотреть в наших официальных группах березова.инфо в социальных сетях. Более оперативно за новостями района следите в нашем инстаграм-аккаунте. Это вся информация на сегодня. В студии работала Альфия Сингатулина. До встречи! Продолжение следует...